«Когда у девятилетнего Мурада появился шанс бежать из плена ИГИЛ от боевиков, которые регулярно насиловали его мать и превратили в рабов тысячи таких же езидов, как он сам, мальчик бежать отказался. Настолько сильным было идеологическое влияние исламистов на детскую психику. Семья находилась в плену около 20 месяцев». «Если ребёнку было больше 10 лет, его забирали в тренировочный лагерь. А если младше, то они брали их к себе домой и говорили, что воспитают из них бойцов. В тренировочных лагерях их учили пользоваться оружием, как заряжать его, как использовать ножи. Потом они проверяли, как хорошо они обучились. ИГИЛ показывала их семьям видеоубийств. И среди убийц люди видели своих сыновей». Несколько недель назад матери в конце концов удалось уговорить Мурада бежать. Они воспользовались услугами торговцев людьми. Сейчас семья живёт в поселении для беженцев в более-менее безопасной части Ирака на границе с Турцией. Эти территории контролируют курды. ИГИЛ захватила езидский посёлок, где проживала семья Мурада, в августе 2014 года. «Я входила в группу, которую купили и увезли в Пальмиру. Они привели нас на рынок по продаже женщин. Это был большой зал, там было 150 покупателей. Каждый раз, когда охранники называли наши имена, мы должны были выстраиваться перед ними, пока кто-то нас не купит. Не знаю, сколько я стоила, но знаю, что меня продали». Езиды – иракская этническая группа. Исламисты считают их неверными. Боевики регулярно их убивают, насилуют, забирают в рабство. Эти действия в ООН приравнивают к геноциду. Мальчиков езидов исламисты одевают в длинные халаты, такие же, как носят сами. Заставляют присутствовать на их суннитских религиозных церемониях, молиться и изучать Коран. Этот 16-летний юноша скрывает своё лицо и имя. Он пробыл в религиозном лагере ИГИЛ два месяца. Ему удалось бежать, но его отец и брат по-прежнему в плену. «Мы спрашивали боевиков, зачем они делают это с нами. Они отвечали, что мы езиды и что мы безбожники. И они хотят обратить нас в истинную веру, чтобы мы смогли отправиться на небо. Они также хотели, чтобы мы помогали им. Каждый боевик брал к себе одного из нас. Они также учили нас воевать, использовали в качестве охранников или ещё как-то». Детей заставляли шить боевикам одежду. «Мы боялись их, поэтому работали на них. Сейчас это уже больше не влияет на меня. Но я знаю младших детей, которые ещё не восстановились». По данным активистов, более трети из пяти тысяч езидов, захваченных исламистами в 2014 году, смогли выбраться из плена. Среди них около 750 детей, которые бежали за последние месяцы. При этом несколько тысяч остаются в руках боевиков. Через этот лагерь для беженцев прошло около 25 беглых подростков-езидов. Но остались здесь только шестеро. Остальные присоединились к потоку мигрантов, которые пытаются попасть в Европу.